Первая в списке депутатов – школа номер 6. В этом году она отпраздновала свое 30-летие. В следующем планируется ее расширение. Будет возведено дополнительное модульное здание, которое сможет принять еще 400 школьников. Это блок, выделенный модуль, блок начальной школы на 400 метров. С большим спортивным залом, с танцевальным залом. Прямо вот это там, да? Да. Со всем оборудованием современным, со смарт-досками. Вердикт депутатов – учреждение полностью готово к приему школьников. Обновленные санузлы и душевые кабинки – светлая и уютная столовая с качественным оборудованием. Следующая по маршруту – школа номер 12 «Станица-Анапская». Это одно из самых больших сельских учебных заведений. В ней обучается более 1700 человек по 11-летней программе. В прошлом году здесь был проведен капитальный ремонт здания. В конце 2016 года в нашей школе был проведен капитальный ремонт, на который было потрачено 6 миллионов 189 тысяч. В ходе этого капитального ремонта были устранены трещины, которые были у нас по правому крылу здания. Была заменена плитка фасадная, был установлен паднос по доступной среде. В ближайшее время по программе «Доступная среда» школе будет выделено более 3 миллионов рублей. Сегодня учебное заведение активно привлекает молодых специалистов. Антонина Гончарова – выпускница одного из анапских вузов. В эту школу пришла год назад и с нетерпением ждет 1 сентября, чтобы вновь встретиться со своим любимым уже вторым классом. Дети прекрасные, первый класс мы прошли достойно, хорошо закончили первый класс. Сейчас мы во втором. Учебный год жду с нетерпением уже. Уже скоро родительские собрания, детей уже скоро увижу. Это все жду с нетерпением. В целом мне очень работа учителя нравится. Всегда мечтала работать учителем. И за счет того, что здесь такой коллектив приятный, и все вот это вместе, и оно приятно работает, на работу хожу довольная. Работа выездной комиссии завершилась совещанием. К началу года прошли проверку 100 учреждений. Это школы, детские сады, организации высшего и среднепрофессионального образования. Все вышеперечисленные образовательные учреждения приняты к новому учебному году. 96% учреждений приняты без замечаний, 4% замечаниями. По кожно-отзору были у нас замечания. По другим МЧС, ФСБ, МВД замечаний не было. По кожно-отзору Дю США Алим было замечание, эколого-биологическая станция, детский сад 37 и 44. Все замечания будут устраняться. Кроме этого, школы полностью обеспечены учебниками. Их закуплено более 45 тысяч на сумму 17 миллионов. Также в новом году автопарк города пополнится пятью новыми школьными автобусами. По результатам проверки, учебные заведения города к приему школьников полностью готовы. А небольшие недочеты будут исправлены в ближайшее время в рабочем порядке. КОНЕЦ